Один из оренбургских предпринимателей узнал, что мы едем к детям и попросил передать для них подарки. Мужчина пожелал остаться неизвестным. Ну что, ребята, это все для вас. Сегодня мы решили сделать необычную программу. На этот раз у нас не один герой, а сразу два. Это родные, брат и сестра. Давайте с ними познакомимся. Привет. Здравствуйте. Итак, Сана, ей 7 лет, а это Артем, ему 9 лет. Как у вас дела? Нормально. Артем, расскажи, чем вы занимаетесь? В музее уроки. Так, а ты в каком классе учишься? Я в третьем. Оксана, ты? Я в первом. Скажи, вот что ты делаешь? Я в мемец пишу. Считать умеешь? Да. Молодец какой. Оксана, а ты что делаешь? Я пишу. Это, наверное, пропись? Да. Так, расскажи, что ты пишешь? Я пишу. Буквы, наверное, пишешь. Дети очень хорошие. Артем вообще очень такой ответственный, дисциплинированный. Он за все переживает. С удовольствием ходит в школу, с удовольствием учится. До школы мы идем очень долго, 20 минут. И все эти 20 минут у нас проходят, что он задает мне вопросы. А вот это что? А это что? То есть очень-очень интересные дети. Артем, ну расскажи, ты же старший, правильно? Да. Расскажи, как вообще здесь живете? Нормально. Расскажи, что делаете? Ну вот мы в 8 часов просыпаемся. После завтрака и идем делать уроки. А в школу когда ходите? В школу после обеда. Какие твои любимые предметы? Ну у меня вот русский, математика, литература, физиология. Как ты учишься? Нормально. Хорошо с тобой, что я могу. Оксана, ты расскажи про себя. Ты же, получается, ты только начала учиться в школе. Тебе Артем помогает? Да. Показывает, как надо делать. А читает, ты не можешь? Нет, только по слогам. Оксана такая очень живая девочка, общительная. У них очень много друзей, они дружат со всеми. Здесь у нас, в доме. Оксана, она в дошкольной группе была. Меньше переживала, потому что они все здесь маленькие. Артем попал в школьную группу. Там у нас с 9 класса детки. И вот по 1 классу. Чем вообще любишь заниматься? С друзьями играем в войнушки на улице. Я там лидер, а там за мной другие бегают. Ну и как ты? Быстро бегаешь? Ну так нормально. Оксана, расскажи, а ты что любишь играть? Я в порядке. У дочки-матери. Иногда мы вон играем в посудку. Так, а где тут есть посудка? Да, вон. Какая-то вая, это общая. Ну понятно. Сначала вы, да, наверное, поиграете. Потом кто-то другой. А вы вместе сразу играли. А ты кем хочешь стать в будущем? Хочу в военном, кстати. Почему? Там можно на планке ездить. На вертолете еще можно летать. Я, кстати, летала на вертолете. А я еще ни разу. Ни разу не летала. Ну вот, Артем будет, когда военный, он тебя покатает. А ты когда вырастишь, ты кем хочешь стать? Нет. Врачом. Лечить кого хочешь? Деток или взрослых? Деток. Почему деток? Потому что они маленькие. Вот сейчас как-то меньше. Видимо, вот время все равно лечит, да, и проходит какое-то время, что они, может быть... Но они не забывают, конечно, никого. Он постоянно, они постоянно говорят про маму, постоянно рассказывают про папу. Я всегда спрашиваю, охота домой? Они говорят, конечно, да. Но их посещают родственники. А кто? Бабушки, дедушки, дяди, брат, двоюродный, по-моему. Они раз в месяц приезжают, привозят в гостинички. Их это очень, конечно, радует. Они прям ждут их. Вот я с Людой тут, на моей кукле сидит. Моя одежда всегда чистая. Я сейчас расплю на этой кровати. Ну, здесь мы иногда в машинке играем, иногда всегда смотрим в телевизионке. Кого ты помнишь из родственников? Ну, бабушку, там, дедушку. Они часто, да, приезжают? Да. Еще бабулю и дядя. Брат. И брат к вам еще приезжает? Вы когда вырастите, вы какую хотите семью? Вы вместе будете жить, когда вырастите? Не будете, да, разлучаться? Будем. А нам будет в другом доме поджать. А ты в своем. Сам построишь дом? Нет. А какой, как ты хочешь? Да. Ну-ка, купишь, наверное, да? Да. Оксана, ты как хочешь? Я хочу квартиру. Так, то есть у Артема будет дом, у тебя будет квартира, да? Вы бы хотели, чтобы вас забрали? Я очень хочу. А ты какую бы хотела? Доброе, чтобы она меня не била. И папа, я хочу хорошего. Артем, а ты какую хочешь папу и маму? Каких? Ну, чтобы работали там, вот, все такое. Вот такие у нас замечательные сегодня детки Оксана и Артем. Конечно же, хочется, чтобы они вдвоем, не разлучаясь, попали в одну семью. Мы прекрасно понимаем, что двое детей – это двойная ответственность, но все-таки нужно помнить, что двое детей – это и двойная радость. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помните о России, родень, родина. Редактор субтитров А.Семкин